В Петербурге на территории Петропавловской крепости загорелся ресторан «Лето». Пожар произошел в служебных постройках, находящихся между зданием летнего ресторана и стеной Петропавловской крепости. Именно близость к историческому сооружению вызвала нарекания государственных служб. Директор находящегося в крепости Государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Калякин рассказал, что у ресторана недавно сменились владельцы, которых просили отодвинуть постройки от стены. В 2008 году между Комитетом по управлению городским имуществом и Обществом с ограниченной ответственностью Антей был заключен договор аренды земельного участка по адресу Петропавловская крепость, дом 3. Данный договор аренды был заключен на основании распоряжения администрации Петроградского района. В 2009 году в связи с неисполнением условий данного договора Комитет по управлению городским имуществом обратился в Петражный суд с требованиями о расторжении договора, взыскании арендных путежей и выселении данной организации. Суд удовлетворил все требования Комитета. Фактическое выселение зависит уже не от Комитета по управлению городским имуществом, а от службы судебных приставов. Этот скандал может создать большие проблемы директору музея Александру Калякину. После ухода Валентины Матвиенко с поста губернатора города в федеральных и городских СМИ появилась информация о критическом состоянии Петропавловской крепости. Сообщалось о том, что стены крепости прогнили, а башни могут обрушиться. Тогда с помощью председателя Комитета по культуре правительства Петербурга Дмитрия Месхиева скандал удалось погасить. Стоит отметить, что сам Дмитрий Месхиев занимается ресторанным бизнесом.